Брестская крепость Неизвестная оборона Смотрите обратный отчет В следующий понедельник на ОНТ Президент Речи Посполитой приказывает Начать всеобщую мобилизацию Во исполнении вышесказанного И в согласовании с соответствующими министрами Приказываю следующее Первым днем мобилизации является Четверг, 31 августа 1939 года В Западной Беларуси Мобилизационные центры находились В Бресте и Гродно К 1 сентября Около 70 тысяч белорусов Стали бояться 7 сентября Была прорвана оборона на реке Нарев 14 сентября Пала тыня После тяжелых боев под Визной Немцам удалось разбить оперативную группу Нарев Форсировать Буг И подойти вплотную к Бресту В конце 20-х, начале 30-х годов Брест над Бугом в военных кругах Именовался не иначе, как Стратегической столицей Польши Не секрет, что военная верхушка Польши Основную угрозу для себя тогда видела с востока Недавно закончилась Советско-Польская война В 21-м году Граница проходила совсем рядом с Советской Белоруссией Рядом с Минском Советская сторона не скрывала своих планов Возвращений западно-белорусских и западно-украинских территорий Поэтому Польша и разрабатывала оборонительные планы Вскуд, в том числе направленные на защиту своих восточных побежей Значение крепости понимали и немцы Поэтому уже в первые дни войны Бомбардировщики Люфтваффе пересекли территорию Польши Чтобы нанести удар по церквям В ночь с 26 на 27 сентября С небольшой группой защитников Радишевский покинул крепость и направился к деревне Муравец Там он переоделся в цивильную одежду Добрался до Кобрина и встретился с женой и дочерью Но вскоре Радишевского задержали И передали сотрудникам НКВД в Бресте Большинство простых солдат польской армии Уроженцев Западной Белоруссии и Украины Отпустили по домам Польских офицеров, жандармов и полицейских Задержали и поместили в советские лагеря Своей участи они ждали полгода В марте 40-го Большинство из них были расстреляны в Катыни А также в тюрьмах на Украине и в Белоруссии Среди расстрелянных в Катыни оказался и командир защитников Брестской крепости Капитан Вацлав Радишевский Радишевский, как мать рассказывала Когда началась Вторая мировая война Он оформил на нее доверенность на дом Попрощался Сел на мотоцикл и уехал И больше мать его не видела В 2006 году Во время ремонта дома, который до войны принадлежал семье капитана Радишевского Александр Куришко нашел тайник В котором хранились семейные документы Вещи и фотографии бывшего владельца дома В черночной нише под кровлей Обнаружил чемоданчик Радишевского Со всеми его документами Фотографиями и личный архив Видно, перед отъездом он его там спрятал При посещении Брестской крепости им документы Были переданы музеи обороны Брестской крепости Судьбы участников событий 1939 года, я думаю, важны Для нашей истории, для будущего Прежде всего потому, что это связующее звено В общей истории нашего государства Они защищали свою родину То место, где был их дом Это очень важно Это прежде всего, наверное, то, что должно быть в каждом человеке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин